Летние сочные луга с хрустальными каплями утренней росы, уходящие за горизонт, зеленые просторы пастбищ, бескрайние поля изумрудного разнотравия. Кажется, что все это сотворено Богом и веками остается в первозданном виде. На самом же деле сотни растений, которые принято называть кормовыми, были созданы людьми, выдающимися селекционерами Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени академика Василия Робертовича Вильямса Всероссийского института кормов. В 2022 году институт отмечает свой столетний юбилей. Сто лет – это серьезно, это дата. И институт за это время приобрел огромный опыт и популярность. Этот институт встретил свое столетие, конечно, прекрасными школами, которые ведут группы этих культур. Мы гордимся этими школами, как и гордимся теми достижениями, которые есть в области производства семян самых различных и селекции самых различных кормовых культур. Этот институт решает очень такие серьезные глобальные задачи, проблемы, связанные как раз с селекцией, семеноводством кормовых трав, луговых. Корм производства – это основа. Тем более сегодня, если пойдут свои породы скота, их накормить своими качественными кормами. И вот особенно биологическими направленностями. Поэтому я думаю, что ВИК делает здесь очень много. И при том на современном уровне. Институт кормов занимается и селекцией, и производством кормов, размножает семена наиболее перспективных культур, которые передаются уже в другие регионы, которые служат основой для производства своей кормовой базы. Он является, я считаю, национальным достоянием нашей страны. Потому что без этого центра у нас бы во многих регионах не было бы кормов с большим содержанием питательных веществ, которые дают для наших животных тот эффект, который мы видим. Это уникальный институт. Другого такого нет ни в России, ни в мире. Но вот подобного институту или центру, которым руководит Владимир Михайлович. Первые сто лет они завершают на такой вот положительной ноте и с большой перспективой. Институт кормов имени Вильямса, он играет огромную роль в развитии животноводства всей страны. В 1912 году по предложению профессора Вильямса департамент земледелия принял решение об организации показательного лугового хозяйства для прохождения практики по луговодству курсантами Московского сельскохозяйственного института. Место было выбрано крайне удачное. Река Раздериха омывает вот этот гидромодуль. Здесь как бы у нас вершина. У нас такие законы есть, что по вершинам нужно сеять леса, а по низинам должны быть пажити. Ну вот у нас там пастбище по низинам. То есть вот это самое такое высокое место именно Вильямс выбрал в 1912 году. Вот фотография. Здесь будет заложен крупнейший федеральный центр. Вот в 1913 году уже была проведена первая борозда. Представляете, какие были трудные годы. Но нужно сказать, что уделялось огромное внимание тогда продовольственной проблеме. И были выделены специальные денежные средства. Ну вот этот директор приезжал так на работу. Вот его транспортное средство. Со своим заместителем. В мятежном 1917 году показательное луговое хозяйство стало называться станцией по изучению кормовых растений и кормовой площади. А через пять лет уже в молодой стране советов станция была преобразована в Государственный луговой институт. Соответствующее распоряжение Народного комиссариата земледелия РСФСР подписано 12 июня 1922 года. Вот это первый коллектив нашего института. Видите, всесоюзный научно-исследовательский институт кормов имени Вильямса. Это фотография 1922 года. Это первый коллектив нашего института. Институтом были проведены исследования обширных природных территорий СССР, изучены пастбище, составлена карта природных кормовых площадей, осуществлено районирование многолетних трав для сеянных сенокосов и пастбищ по областям, краям и республикам, проведено изучение вопросов производства кормов на промышленной основе. Долголетняя, многоплановая и результативная работа ученых-луговодов неизменно приносила огромную пользу стране. Усилиями многих поколений ученых институт кормов стал общепризнанным научно-методическим, исследовательским и интеллектуальным центром по кормопроизводству и агроэкологии России. Сегодня наш федеральный аграрный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса является крупнейшим аграрным научным центром, причем не только в России, но и в Европе. У нас работают более тысячи человек, более 120 докторов и кандидатов наук. Самая главная наша задача – это развитие фундаментальных, приоритетных прикладных исследований, создание новых сортов, гибридов, технологий, стандартов, то есть научно-методическое руководство кормопроизводством в нашей стране. За 100 лет институтам подготовлены 22 межгосударственных и 3 национальных стандарта, 70 ГОСТ, 21 ОСТ, 15 стандартов предприятия, получены 150 авторских свидетельств и патентов на сорта кормовых культур, 220 разработок, награждены дипломами и медалями ВДНХ. У нас 5 направлений научных исследований. Селекция семеноводства кормовых культур, луговое кормопроизводство, полевое кормопроизводство, технология приготовления и использования кормов и научные исследования по зернофуражу. На сегодняшний день приоритетным является направление по селекции и семеноводству кормовых культур. Нашими селекционерами создано более 200 различных сортов кормовых культур, которые сегодня определяют кормовое лицо России. Это непревзойденные сорта клевера, люцерны, злаковых, аридных кормовых культур. Мозговой центр нашего института находится здесь, в Луговой. Здесь у нас работает около 200 человек. Здесь у нас руководители научных школ по лицерне, по клеверу, по злаковым травам, по аридным кормовым растениям. То есть именно мозговой центр. А размножают наши семена, сортов наших ученых, это в наших филиалах. Наш федеральный научный центр включает в себя, кроме самого института, еще целый ряд филиалов, которые расположены от Воронежа до Ярославля, от Калининграда и до Брянска. И в Кирове филиалы есть еще. И конкретно мы находимся в селекционно-тепличном комплексе, который занимается, для чего роль комплекса тепличного, это ускоренное поведение сортов. Потому что в полевых условиях, например, мы первые семена клевером получим только на второй год. А здесь, с использованием установки искусственного климата, мы получаем два урожая семян клевера в год. То есть мы на сорт тратим не 12 лет, а где-то, ну, первые этапы мы сокращаем, и где-то в 6-7 лет мы можем уложить. Сегодня нам ставится задача увеличить производство оригинальных элитных семян в два раза. То есть не просто создавать новые сорта кормовых растений или трав, а именно производить оригинальные элитные семена и размножать их для того, чтобы все сельхозтоваропроизводители были обеспечены нашими отечественными семенами трав. Основная цель нашего института и центра, во-первых, создать новые сорта, во-вторых, получить семена этих новых сортов для обеспечения страны. Сейчас у нас выведено 227 сортов кормовых культур, которые занимают в России 25 по разным оценкам до 35% площадей. Это и клевера, и люцерны, и кострец, и рейграссы, и фестололиумы. Фестололиумы – это отдельное слово. Это полученные гибриды, первый гибрид в стране между овсяницей и рейграссом, которые в одном лице совмещают питательность рейграсса и устойчивость овсяницы. Учеными центра выполняется программа научных исследований по кормопроизводству, рациональному природопользованию и агроэкологии. Основная их цель – развитие фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в актуальных областях, связанных с научным обоснованием продовольственной и экологической безопасности России, региональных систем кормопроизводства и управления, продукционными, средообразующими и природоохранными процессами в агроэкосистемах. Одна из наших интересных культур, которая сейчас все больше популяризна, это люцерна. Чем она хороша? Во-первых, она легче сушится, чем клевер. Во-вторых, питательные качества у нее немножко выше, чем у клевера. Почему все любят его? Но у нас сорта люцерны не просто люцерна и все как таковая, а люцерны разные. Есть сорт такой люцерна пастбищная, 88. Чем она хороша? Она как раз рассчитана, что она невысокая вырастает, и животные могут прямо ее все время откусывать понемножечку. Есть другие сорта люцерны. В лаборатории кормовых культур и систем полевого кормопроизводства проводится исследование в области селекции рапса. В настоящее время это вторая по выращиванию в мире масличная культура после сои, источник растительного масла и белковых продуктов. У рапса очень часто развита гетеростелия. И некоторые образцы начинают зацветать. Сначала рельца пестика высовывается из бутонов, а только потом начинают открываться цветок и появляться тычинки. Сейчас мы находимся с вами в селекционно-тепличном комплексе ФНЦ Вика Мини-Вильямса. В лаборатории, которая раньше называлась лаборатория рапса, сейчас это лаборатория систем полевого кормопроизводства и кормовых культур. Мы здесь работаем по селекции в данный момент азимового рапса. В настоящее время у нас создано и внесено в реестр 8 сортов ярового рапса, 6 сортов азимового рапса, 2 сорта яровой сурепицы, сорт азимы сурепицы и по одному сорту редьки масличной горчицы белой. Рапс уникальная культура в том плане, что может использоваться очень многогранно. Зеленое масло используется на корм, семена для производства масла пищевого, продукты переработки семян, это жмыхи и широты, для использования в кормопроизводстве для балансирования по протеину и энергетике зерновых культур для производства комбикормов. Рапс у нас замечательный, это самое главное, что самая устойчивая сорта, и он не только очень продуктивный, устойчивый, но он является очень хорошим средством для того, чтобы улучшить почву. Краневая система до метра у него проходит, если его вырастить и запахать, можно несколько лет получать замечательные урожаи. То есть не только, вот наша цель, это не только продукционное, то есть получение кормов, но и среда улучшающая, почвообразующая. С каждым новым сортом у нас улучшается качество, мы стараемся снизить все больше и больше содержание глюкозинолатов, повысить содержание жира. В наших сортах сейчас жира содержится до 52%. В настоящий момент для того, чтобы жмахишероты нашли более широкое применение в сельском хозяйстве, для кормления животных, мы стараемся снизить еще содержание клетчатки. Самое главное достижение то, что мы первый озимый рапс пошел в нашей зоне. А вообще для рапса очень хорошие условия в стране имеются, потому что, в отличие от масличных других культур, подсолнечника, сои, он может идти очень далеко и широко на север. Особенно создавая скороспелые сорта, мы стараемся создавать среднеспелые, раннеспелые сорта, все шире и шире он продвигается на север. И сейчас еще на Дальний Восток рапс хорошо пошел, там очень большие возможности для возделывания в Сибирском федеральном округе. В институте созданы 32 сорта клевера. Все они являются экологически дифференцированными и взаимодополняющими по хозяйственно ценным признакам. Разработки защищены 37 авторскими свидетельствами и 20 патентами. Занимаемся мы не только клевером луговым. У нас 4 вида бобовых многолетних трав. Это клевер луговой, клевер ползучий или белый еще по-другому, клевер гибридный или розовый, или адвенец рогатый. Все эти бобовые культуры, они имеют очень важное значение для сельского хозяйства нашей страны. Особенно для центрального района, северо-востока, северо-запада, где клевер занимает основные площади из многолетних бобовых трав. Наши сорта имеют потенциал до 10-12 тонн сухого вещества с гектара. Но это не предел. Потенциал культуры гораздо больше. И, в принципе, возможностями селекции можно повысить его еще дальше. В 2019 году в центре была создана лаборатория молекулярно-генетических исследований кормовых культур. Приоритетным направлением ее деятельности стала разработка и внедрение в практику адаптированных ДНК технологий кормовых культур для повышения эффективности селекционного процесса. Основной задачей лаборатории является разработка и внедрение в селекцию кормовых культур молекулярно-генетических технологий. Надо сказать, это крайне перспективное и современное направление в области наших исследований. Например, мы разработали технологию паспортизации кормовых культур с помощью молекулярно-генетических маркеров. И с использованием данной технологии уже составили генетические паспорта для сортов клевера, люцерны, рапса, сурепицы. В частности, благодаря нашим паспортам мы даже издали каталог ДНК паспортов, где они, собственно говоря, представлены. Кроме того, мы осуществляем оценку перспективного селекционного материала. Мы исследуем генетическое разнообразие коллекций кормовых культур, имеющихся в институте. Еще одна лаборатория сельскохозяйственной биотехнологии занимается созданием принципиально нового исходного материала. Например, люцерны с повышенной устойчивостью к засолению, клевера с повышенной устойчивостью к токсическим факторам кислых почв, трансгенных растений с ценными хозяйственными признаками. Основа нашей работы – это культура растительных тканей. То есть растительные клетки, они способны из клетки вырастать целые растения. Поэтому мы работали и с клеточной селекцией, и с генетической трансформацией. То есть мы работали на уровне клеток, а затем результаты наблюдали уже на уровне выросших растений. Цель нашей работы – создание исходного селекционного материала, который отличается от того, что уже есть у селекционеров. Долгие годы Центр возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, академик Владимир Михайлович Косолапов. Талантливый ученый и организатор науки, он за годы своего руководства сумел не только сохранить уникальный коллектив Института кормов, но и привлек в лаборатории Центра талантливую молодежь. Большая роль сегодня отводится нашей молодежи. В нашем федеральном научном центре организован селекционно-семеноводческий центр по кормовым культурам. Доля молодежи в этом селекционном центре – 51,8%. У нас организована новая молодежная лаборатория, и наша молодежь сегодня создает паспорта молекулярно-генетические именно наших сортов, с тем, чтобы мы зарегистрировали наши сорта, и иностранные ученые не могли у нас их похитить. Я горжусь тем, что я работаю в Федеральном научном центре кормопроизводства агроэкологии имени Вильямса. Нужно сказать, что я всю жизнь поработал в этом замечательном учреждении. Я пришел бригадиром в филиал, тогда еще НПО «Корма», Всесоюзного научно-семеновского института кормов. Работал бригадиром, потом стал руководителем подразделения, далее директором Кировского лугоболотного ПТ-станции, где я проработал 11 лет. И вот в 16 лет уже работаю директором сначала Всероссийского научно-семеновского института кормов, а далее директором Федерального научного центра. Он является руководителем секции растеневодства, которая обнимает все вопросы растеневодства, не только кормовых культур. Он является заместителем академика-секретаря отделения вот уже 9 лет, и я искренне благодарен ему за тот вклад, который вносит в дело развития в целом растеневодства, сельскохозяйственных культур и развития сельскохозяйственной науки. Искренне ему за это благодарен. Академик Владимир Михайлович Косолапов – это уникальный человек, который на протяжении многих лет несет знамя, наверное, кормопроизводства в Российской Федерации. При этом обладает энциклопедическими знаниями в области растеневодства и фактически аккумулирует все то, что создавалось и предыдущими поколениями, и сегодня. Это человек, который неугомонного характера, это человек вдохновитель, это человек, который озаряет своим участием любое мероприятие, любое малое или большое собрание. Он, конечно же, объединитель. Есть такие люди, которые являются объединителями. Он никогда не забывает о каких-нибудь мелких и крупных мероприятиях, для которых нужно участие в секции. Владимир Михайлович – уникальный человек. Он, помимо того, что является ярким представителем руководителей нового, я бы сказал, уже уровня, нового звена, он еще является руководителем нашей секции по растеневодству. Мы стараемся перенимать опыт у учреждения, которое Владимир Михайлович возглавляет. Это центр кормов, это знаковый центр в нашей стране, который выполняет крайне серьезную задачу по обеспечению новыми селекционными достижениями для как раз кормовой базы нашей страны. Он очень много выступает, очень популяризирует наш институт, дает много информации, где только может. Наши сорта продвигает, наши технологии. Я просто говорю про селекционные достижения. Но ведь у нас же есть селекционные достижения и в кормлении, и в химических препаратах, и других много заделок. Это он все продвигает с удовольствием, у него получается. Он держит свое слово. Какие бы ни проводили мероприятия, какие совместные исследования ни проводили, где бы мы ни встречались, так сказать, в обычной жизни, если он сказал, он это сделает. Он держит слово. Это прежде всего. Он сам человек от земли, с крестьянскими корнями. Он хороший аналитик, хороший товарищ. И я считаю, что он сплотил коллектив для решения этих важнейших задач. Поэтому я ему желаю всего самого доброго. Потому что главный лозунг у человека остается, что дорогу осилит ведущий. Луговое хозяйство, станция по изучению кормовых растений, Луговой институт, Институт кормов, Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии. За сто лет пройден долгий путь и проделана колоссальная по объему и уникальная по значимости для страны работа. Она продолжается и сегодня. По всем направлениям. Луговодству, полевому кормопроизводству, селекции и семеноводству кормовых культур, технологиям заготовки, хранению и использованию кормов. Кормопроизводство – это самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства. От уровня ее научно-технического прогресса во многом зависит продовольственная безопасность России. Сегодня нам поставлена цель удвоить производство оригинальных и элитных семян для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Поэтому сегодня укрепляется материально-техническая база, совершенствуются направления исследований. Сегодня на первое место выходит и селекция, и семеноводство кормовых культур. Поэтому эти направления развития записаны в программе федеральных научных исследований Российской Академии Наук. Они контролируются Министерством Науки и Высшего Образования. И мы сегодня прикладываем все силы для того, чтобы увеличить производство наших оригинальных и элитных семян. Владимир Михайлович, сотрудник Института имени кормов, я вас поздравляю с вековым юбилеем. Хочу пожелать дальнейших творческих научных достижений. Я хорошо знаю многих сотрудников этого института, и я горячо поздравляю его с юбилеем. Столетием, со дня основания, желаю им успехов. Это очень важный институт, очень нужный институт. От всей души хотелось бы поздравить своих коллег, ученых Института кормов имени Вильямса и Владимира Михайловича Косолапова в частности, со столетием. И пожелать им успехов в научной и исследовательской работе. От всей души, от селекционеров, земледелов Немчиновки поздравляем Институт кормов имени Вильямса и лично Владимира Михайловича. Желаем вам всего самого наилучшего, дальнейших успехов в научной деятельности, развития и продвижения наших российских сортов, кормовых культур. Я хочу их еще раз, моих коллег поздравить и пожелать вот этой интеграции науки, медицины, сельского хозяйства. Все во благо и человека. Хочу передать вам слова поздравления, самые добрые пожелания, дальнейших творческих успехов, оптимизма. Ну и дальше, вперед. Мы считаем, что это первые 100 лет. Почему? Да потому, что для развития нашей страны, кормовой базы, решений о продовольственной безопасности России корма нам нужны сейчас и будут нужны всегда. От всей души поздравляю коллектив ученых, служащих, всех работающих в Центре по кормам со славным юбилеем 100-летием. Желаю новых открытий, дерзаний на благо развития животноводства России. Уважаемые сотрудники Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса, уважаемые, дорогие наши воспитанники, которые сегодня помогают нам и работают сегодня в каждом регионе Российской Федерации. От всей души, сердечно поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, продуктивного долголетия и всего самого лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин